Программа занятости 2020, которую мы начали реализоваться с 1 июля прошлого года, она прежде всего направлена на безработные и самозанятые населения нашей страны. Почему именно самозанятые наряду с безработными? Потому что по структуре населения, экономическому активному населению нашей страны, доля самозанятого в структуре занятого населения составляет порядка 32%. В принципе, наличие самозанятости населения это не есть плохо. Это активная часть наших граждан, которые не являются наемными работниками, но не считают себя безработными или не относятся к безработными. Но особенности самозанятого населения в нашей стране заключаются в том, что, во-первых, ее удельный вес высок, во-вторых, это в основном представляет сельское население 71%. И большинство самозанятых это та категория людей, которая сегодня занимается какой-то трудовой деятельностью, но она не зарегистрирована. То есть они выпадают тем самым из системы пенсионного обеспечения, из системы обязательного социального страхования, они не уплачивают налоги. То есть сегодня у нас стоит задача, с одной стороны, вообще цель программы повышения доходов населения, и с другой стороны, относительно самозанятых, мы должны сегодня обеспечить самозанятых легальным доходом, чтобы он участвовал во всей системе нашей социальной. Поэтому две пути. Либо мы тех самозанятых, которые сегодня изъявят желание готовы переобучить и перевести в разряд наемных работников, или же с другой стороны, мы должны помочь им через микрокредитование расширить или организовать свой небольшой бизнес, чтобы он был легальным, чтобы человек трудился в рамках нашего законодательства, чтобы он участвовал в пенсионной системе, в системе страхования и в налоговой системе. В связи с этим есть какие сегодня вопросы к самозанятым. Сегодня стоит большой вопрос их учета, потому что по статистике в нашей стране 2 миллиона 700 тысяч самозанятых. И статистика это все-таки оценка, это количественная оценка, это не пофамильный учет. И эта оценка производится на основании методики Международной организации труда, ее рекомендации, когда обследуется в нашей стране 21 тысяча домохозяйств опросным путем, и на результатах ответов выводится удельный вес по занятого населения, в целом населении оно проецируется на все население. Поэтому это не точная цифра, это больше оценка, поэтому мы сегодня должны уточниться. Сегодня мы по инициативе Министерства труда во всех регионах, начиная с сельского округа, составляем карту занятости. Карту занятости на предстоящие 3 года, и прежде всего мы уточняем самозанятого населения. Потому что у нас есть люди, которые работают в крестьянских хозяйствах, которые сегодня не учетно, не знают, действительно их учета никто не ведет. У нас есть много людей, которые работают на стихийных рынках, на базарах путем разового талона. У нас много людей, которые занимаются частным изводом. Поэтому сегодня будет несколько направлений. Мы создали рабочую группу под представительством Министра труда и социальной защиты населения, и мы будем вырабатывать предложения, прежде всего, по учету самозанятого населения. И прежде всего, наверное, будут уже предприняты меры по переводу на упрощенный налоговый режим тех людей, которые занимаются небольшим бизнесом. И тогда мы уже получим учет конкретно тех людей, которые заняты. Они будут платить налоги, они будут зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. И, естественно, будут идти отчисления в пенсионные фонды социального страхования. С другой стороны, мы, наверное, планируем совместно со структурами Министерства сельскохозяйств и сельскими акимами просчитать и как-то предложить методику их учета и регистрации тех лиц, которые работают на земле. У них есть участки земельные, они занимаются какой-то деятельностью, выращивают продукцию, ее продают. То есть это тоже должно быть как-то зафиксировано. Либо он должен быть как индивидуальный предприниматель зафиксирован, или же если кто-то работает у него, то он должен быть как наемный. А вот оставшаяся часть самозанятых, которая действительно сегодня перебивается от дохода к доходу, у него нет земельного участка, он каким-то мелким таким бизнесом для себя занимается, это должна быть та категория, на которую будут направлены меры программы занятости. То есть мы их должны будем обучать, предоставлять им постоянно рабочие места, или же микрокредитованием помочь им создать свое дело и встать на ноги, стать небольшим предпринимателем. Сегодня есть рекомендация Международной организации труда, которым руководствуется и агентство по статистике, поэтому мы думаем, что наша рабочая группа по поручению президента, мы должны к установленному сроку выработать предложение. Возможно, мы пойдем на изменение статистической отчетности, возможно, мы пойдем на изменение методики оценки количества самозанятых и вообще системы обследования.